Безопасный транспорт Пожары на транспорте Недавний случай повлек Смерть 52 людей Поэтому тема очень серьезная И о том Как готов наш транспорт К зимним условиям И какие условия должны предъявляться К его готовности Вот как раз таки вы и расскажете Спасибо Хочу начать с того Что на территории Активенской области За 2017 год зарегистрировано 86 пожаров Из них 178 пожаров Именно на автотранспорте Это очень большое количество Так как в 2016 году было зарегистрировано 136 пожаров То есть у нас увеличение на 30% Идет пожаров именно на транспорте И как статистика показывает Что именно основной Период пожаров Идет зимой Именно на транспортном средстве Так И основной причиной пожара У нас на транспорте является Несторожное обращение с огнем То есть самих людей И короткое замыкание электрических проводов В автотранспорте Что в связи с этим У нас с 15 января по 15 февраля Стартовала акция Безопасный транспорт В нами проводится очень много мероприятий Одно из мероприятий Это мы сейчас привлекаем Молодежную партию ЖАСУТА Для проведения Соцопросов Проведения агитационных работ То есть у нас Они сами с нами раздают памятки Мы с ними провели инструктаж В начале акции Как действовать при пожаре На автотранспорте Как применять Какие средства пожаротушения имеются То есть они с нами вместе Совместно проводят работу И тем самым Мы сейчас увеличили Большой охват жителей То есть И у нас вот недавно была Акция Именно данная акция Проходила на заправке Компас Где мы проведили Соцопрос И хочу сказать Что очень приятно Что у нас есть Действительно у многих Автовладельцев Уже имеется На автотранспорте Перечислено пожаротушений Причем которые Исправны То есть не для галочки А действительно Они имеются Исправны И из них более Более 70% Действительно умеют пользоваться То есть Это очень радует То есть мы тем самым Развиваем культуру безопасности Да Среди людей И мы хотим Еще больше увеличить Данные проценты Что Вот вы говорили Что умеют пользоваться Большинство из них Умеет пользоваться Проводились какие-то Рейдовые мероприятия С представителями Полиции Я знаю Вот у нас было Да ОПМ Да Которая проводилась И также присутствовали На этом ОПМ И представители Вашего ведомства Насколько Вот Результаты Эти ОПМ Насколько они Сейчас вот Характеризуют Состояние Безопасности Нашего транспорта И Умение Самих Автовладельцев Да Эту безопасность Поддерживать Надя Как скажу Что На сегодняшний день Нами Проводилась Только одна Один выезд Местный Ну Показал Что имеется Действительно В транспортах То есть Мы их наличие Проверить Умения Не смогли То есть Это не прав Закон Не предусмотрено Вот Ну Хочу сказать Что Большинство Пожаров Да У нас На сегодня Проходит Происходит По неосторожности Как я это ранее Отметил По неосторожности Самих людей И Не умение Пользовать Есть момент Допустим На начальном этапе Можно было потушить Самими Своими силами А Из-за того Что не было Того же Перевечный средств Пожаротушения То есть Или Не умение Пользовать данным Средствами пожаротушения Допустили Вот Пожар Большинство Слушайте Ну Вот например Есть Средства пожаротушения Ну Бывает же Что Через какое-то время Они выходят Из срока годности Своего Да И вот Мне кажется Это и есть Главная проблема То есть У водителя Есть Я не знаю Средства эти Да Но он Уже давно Не менял их Вот И они приходят В негодность Бывает И такой фактор Проверка Вот мне кажется Это наиболее важно Именно проверять С этой точки зрения Потому что Для того чтобы Соответствовать Требованиям Да Дорожной Дорожной полиции И так далее Водители оборудуют Свою машину Этими средствами Но Через время Она устаревает И не все проверяют Не всегда проверяют Вот именно Срок действия Огнетушителя Согласен И так далее Вот в этом плане Какова обстановка В нашей области Какая работа Вами проводится Вы Как-то Затрагивали Эту тему И проводили Какие-то мероприятия В этом отношении Хочу сказать Что у нас Любая проверка Программатируется Программатируется Кодексом То есть мы Что мы имеем Право проверять Что мы не имеем Право проверять Часто Ну транспорт Он под объект контроля Не попадает То есть мы не имеем Право проверять На Имеют ли они Перечисленные За пожаротышения Исправно Или неисправно То есть Данную Мы можем проводить Такую работу Как Пропаганду То есть мы Информируем Рекомендуем Привести Перечисленные По вашему мнению Стоит ли Сейчас Как-то Ужесточить Меры контроля И проверки Нашего Автотранспорта В связи С участившимися Случаями Пожаров И пожаров Которые могут Привести к летальным Исходам Я хочу сказать Что в первую очередь Люди должны задуматься Сами Потому что Во-первых Это их безопасность Во-вторых Это безопасность Близких Людей Которые Передвигаются На данном Транспорте Во-вторых Это их Не умышится То есть Они должны Человек В первую очередь Должен быть Заинтересован сам Своей безопасности То есть Он должен Прибесе Перечисленные Пожаротушения Обязательно Смотреть За ее состояние То есть Она работает Либо не работает Постоянно проверять Сам автотранспорт То есть Проводить постоянно Педагогические Технические осмотры Так я До этого сказал Очень часто Пожары Происходят Именно из-за Короткого замыкания Проводов Самого транспорта Значит Это неисправно Самой Автотранспортных средств С вещами Надо постоянно Проводить осмотр Своей техники По всем Допустим Часто Бывают Такие у нас После установки Синеризации Автоматически Да После установки Каких-то Других Дополнительных Приборов Там У нас Происходит Короткое замыкание С чем это связано То есть Штатный Режим То есть Заводом Искридовителем Заложен Провод Электрический Который рассчитан на определенное сопротивление Наши граждане Получаются самостоятельно Своими силами Увеличить Данную нагрузку И у нас получается Зимой опять же Холодно Идет нагрузка на провод Тут еще дополнительное сопротивление Дополнительными оборудованиями Или тому подобное Что приводит Что приводит к короткому замыканию И происходит пожар Бывают даже Пожары На ходу То есть Машины По сути Вы говорите о том Что Безопасность наших сограждан Зависит непосредственно От их Собственного внимания К своей безопасности В том числе На транспорте Заводом Изготовителем Как я понимаю Эти автомобили Были Созданы для того Чтобы В первую очередь Перевозить Да И Некоторые автомобили Уже по сроку Своего службы Не предназначены Для таких низких температур Для этого Есть новая техника В принципе Вот как бы К этому все ведется И я думаю Ну Это конечно Очень хорошо Дай бог Конечно Чтобы наши граждане Все таки Следовали таким советам Особенно Внимание Мне кажется Стоит заострить За водителями Которые перевозят Много людей Общественный транспорт И так далее Потому что Здесь уже водитель Отвечает не только За свою жизнь Но и за жизнь Десятков Людей И поэтому Есть случаи Сейчас происходят Они в Казахстане Когда Рейсовые автобусы И так далее Они встают Прямо в степи Где-то Застревают А где-то Правда Уже Оборудование Не выдерживает Я думаю Вот как раз таки Люди Которые Ездят В таком транспорте И которые Платят за билет Они я думаю Имеют право узнать Что это за автобус Мне кажется Это тоже Меры безопасности Что это за автобус Посмотреть Где-то даже Можно вызвать Я думаю Каких-то Транспортную инспекцию Чтобы проверили Такой транспорт Стоит ли ему выезжать Есть ли у него лицензия И уже по состоянию По внешнему состоянию Уже смотреть Потому что Вот такие Вроде бы Обыденные переезды Из одного населенного пункта В другой Могут окончиться Ну я не знаю Ну если не трагедией То Неприятными ощущениями Когда в степи Застревает И при наших морозах Техника Эта техника И она имеет Свойство устаревать Спасибо большое Хотелось бы отметить Что в нашей студии Был главный специалист Группы информирования ДЧС Нурхат Калдыбаев Это была программа Из первых рук Я ведущий Антон Пережогин До встречи Субтитры сделал DimaTorzok